В центре Южной Америки находится такая удивительная страна, как Боливия. В ней множество разнообразных достопримечательностей, но в статье затронутся всего три живописных и одновременно опасных места, в которых нужно проявлять осторожность. Солончак Уюни практически высохшее соленое озеро. Уникальность его состоит в том, что он является самым большим солончаком в мире. Он занимает площадь более 10 тысяч кварталов. Километров. Это поистине сказочное место. Абсолютно гладкий слой соли покрывает поверхность бывшего озера и отражает в себе небо. Создается ощущение другой планеты. Посередине соленой пустыни находится настоящий оазис, представляющий собой холм, с растущими на нем, гигантскими кактусами, выше человеческого роста. Всю эту волшебную картину, находящуюся на пустынном платоу Альтиплана на высоте более 3500 метров, обрамляют со всех сторон древние и могучие вулканы. Но, хождение по облакам, хоть это и прекрасно, но небезопасно. В дождливую погоду солевая поверхность озера, под которой прячутся глубокие провалы, истончается. В такие моменты это место совершенно непредсказуемо. Здесь исчезали не только одиночные туристы, но и экскурсионные автобусы со всеми своими пассажирами. Поэтому ходить по этому солончаку нужно предельно осторожно, а на автомобиле кататься, по отражающему небо, солончаку вообще не стоит. Дорога смерти второй не менее интересной достопримечательностью Боливии является, так называемая, дорога смерти, соединяющая фактическую столицу Ла-Пас со своим пригородом Какойко. Ее официальное название – Дорога Северного Юнгаса. Одна из самых живописных и одновременно опасных трасс на планете. Наряду с прекрасными видами на протяжении всей дороги то и дело бросаются в глаза мемориальные таблички. Ежегодно тут погибает более 200 человек. Эта живописная дорога протяженностью 70 километров вьется серпантином через предгорь Янд. Перепад высоты от начала и до конца составляет более 3000 метров. Дорога смерти, как и большинство горных дорог, имеет много крутых склонов, опасность которых дополняется достаточно узкими участками трассы, где с трудом могут разъехаться две машины, и покрытием из мелких камешков и скользкой глины. Все это усугубляют климатические условия. Средняя температура воздуха в этом районе около 10 градусов Цельсия. Частые сильные туманности, сквозь которые дальше нескольких метров ничего не разглядишь. Плюс к этому, в сезон тропических дождей, которые являются обычным делом для Боливии, существует опасность оползней, смывающей целые участки дороги. К счастью сейчас уже построили новую дорогу, по которой перемещается весь поток. А старая трасса в основном является развлечением для туристов, совершающих пешие прогулки. Также много радости доставляют перепады высот велосипедистам, но и такие развлечения являются экстремальными. Парк Мадиди еще одно впечатляющее место в Боливии – парк Мадиди. Площадь парка составляет 5 миллионов гектар, простилается от тропических лесов до снежных городских. Перепады высот составляют от 190 до 6000 метров. Мадиди – один из крупнейших национальных парков на земном шаре и самый биологически разнообразный. Во всех климатических областях парка своя уникальная природа и свой богатый животный мир. Но это многообразие как раз и несет в себе опасность. Во время экскурсии по Мадиди можно наткнуться на пуму или ягуара, встретить волка или медведя и других обитателей этой местности. Но самые опасные существа, находящиеся в парке, это насекомые. Особенно большая любительница откладывать личинки под кожу туристов – мухо-овод.